Около 50 борцов из шести разных стран и десяти субъектов России съехались в Дагестан. Здесь, в Хасавюрте, идет вторая неделя учебно-тренировочных сборов. Приезжие команды, наряду с местными вольниками, готовятся к мемориалу легендарного Али Алиева. Почему борцы выбирают для тренировок именно Хасавюрт, узнавал Курбан Рагимов. Ему слово. Все время ко мне идет, у меня облегчает. Если он будет назад идти, я его не достану. Узнать некоторые секреты мастерства дагестанских вольников – вот что привело в Хасавюрт тренера из Венгрии. Константин Гулевский о республике наслышан давно. Попал сюда впервые. За пару дней наставник уже успел ощутить борцовский дух, царящий в местных залах. Как фабрика такая. Фабрика чемпионов, можно сказать, борцов. Потому что уже дети начинают, и с ними тренера уже по-серьезному. У каждого ребенка мечта есть. Каждый маленький уже все, они смотрят на старших, есть на кого смотреть. И вот они растут, и это передается другим тренерам, постарше, опытнее. И здесь, я же говорю, как завод такой чемпионский. Здесь все время и залы, да. Здесь зал, здесь зал. Здесь город, в принципе, небольшой, но залов очень много. И каждая школа, в каждой школе есть свои звезды. Обмен опытом и мастерством узнать, в чем секрет успеха борцов из Дагестана. А в частности, из Хасавюрта сюда приехали более 50 борцов из разных уголков России и близлежащих стран. Утром зарядка, основные нагрузки, весь световой день. Большая часть приезжих вольников ведет подготовку к турниру памяти Али Алиева. 51-й по счету, мемориал пятикратного чемпиона мира, стартует уже через неделю в Каспийске. В этом году список участников будет ограничен. Хозяева ковра, по словам Гаджи Рашидова, выступят двумя составами. Под большим вопросом участия членов национальной команды России. Состав на Алиевском турнире приличный. 10-12 команд подтвердили, международные только, что будут приезжать. Много людей не пускают, потому что, получается, слишком много местных борются. И медали все забираем мы, и они как бы остаются без медалей. У нас 20-го числа второй сбор сборной России начинается в Кисловодске. Поэтому, как я слышал, главный тренер Джамбулат Ильич сказал, что все должны быть на сборах. Сборная команда, все должны быть на сборах. Если кто-то отпросится, кого-то Ильич отпустит со сборов, ну, они будут бороться на Алиевском. Но, я думаю, немного людей. Несмотря на это, в команде есть кому бороться и побеждать. Здесь триумфаторы недавнего Ярыгинского, медалисты международных турниров и первенств разных лет. Интернациональный сбор в Хасавюрте пришелся для них кстати. Это отличная возможность проверить свои силы с основными соперниками. Я сорвал междуребренную мышцу, это было на России, 1-4 финала. И я провел почти полтора месяца в Москве клинике. И после этого только вот вернулся домой. Ребята там из Казахстана, из Иркутска, из Красноярка, все как бы основные соперники мои. И с ними стараюсь войти побыстрее в форму. И я-то работал на улице на свежем воздухе, пока не было у нас ковров, ни сборов, ничего. И я думаю, что на ковре мы побыстрее войдем в форму. Сборную Красноярска на оливском турнире возглавит Никита Сучков. Победитель молодежного первенства Европы не разу возил из Дагестана медали разной пробы. На ковре работает упорно и признается, в свободные от тренировок дни намерен насладиться красотой природы Дагестана. Меня в субботу отправили кросс пробежать там, как бы тоже бежал по сторонам, да, природа красивая. А так в самом городе, честно, особо никуда не ходили. Ну и нам как бы сказали, что здесь в Асавюрте особо ничего нету, поэтому здесь мы гостиница, зал, гостиница, зал. В Махачкалу съездили на море, у нас моря нету, поэтому погуляли по Махачкале. Хотели съездить на Сулакский каньон, так что думаю, на следующих выходных туда съездим. Может быть, в Грозный также съездим. Ну, по самочувствию посмотрим. Учебно-тренировочный сбор в Асавюрте продлится до конца недели. У борцов остались считанные дни, чтобы подойти к турниру памяти легендарного Али Алиева в полной боевой готовности. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, Хадижат Гамидова, телеканал ННТ, Асавюрт.